Жизнь в современном обществе трудно представить без мессенджеров. В настоящее время их насчитывается огромное количество, и разработчики пытаются сделать свои продукты как можно более удобными. Одним из наиболее популярных приложений для общения является WhatsApp. В этом видео мы расскажем вам о 10 хитрых функциях, о которых вы могли не знать, но которые существенно облегчают процесс переписки. Слова в сообщениях можно выделять жирным, писать курсивом или перечеркивать. Для этого необходимо в случае с выделением жирным заключить слово или группу слов в звездочке. Для оформления курсивом поставить вокруг слова знаки подчеркивания. Для перечеркивания окружить слово тильдами. Присутствует в WhatsApp и такая возможность. Для ее воплощения необходимо нажать и удерживать интересующее сообщение, пока не появится всплывающее меню, в котором нужно выбрать пункт «Вызбранные». Тапнув по нему, мы занесем информацию в список избранного. Последнее же можно будет просмотреть в настройках утилиты. Сходным образом можно будет отвечать на выделенное сообщение, копировать, удалять или пересылать его. Для этого надо будет выбрать в соответствующей команде пункт «Меню». В одном из обновлений мессенджера была добавлена функция, которая позволяет ставить сообщение в очередь для отправки на тот случай, если будет отсутствовать соединение с интернетом. Когда соединение возобновится, информация автоматически отправится заданному адресату. Однако важно при установке подключения не забыть зайти в приложение, так как устройство может выгрузить мессенджер из памяти, что воспрепятствует пересылке сообщения. Для реализации данной опции следует провести пальцем справа налево по интересующему сообщению. Появится меню, в котором будет указан статус пересылки данных и точное время их получения. Если надоело получать уведомления от определенного юзера или группы пользователей, то можно, вызвав меню адресата, выбрать там пункт «Без звука» и определить время действия этого полезного режима. В случае, если ведется живая переписка в чате, имеет смысл отключить озвучку уведомлений, так как сигнал может звучать каждые несколько секунд. Для этого открываем меню адресата, далее «Звуки» и после нажимаем на пункт «Не выбран». Чтобы не перегружать галерею на своем устройстве, полученными через мессенджер видеозаписями или изображениями, следует отключить данную опцию в настройках приложения. В пункте «Меню чаты» переведите тумблер в фотопленку в положение «Выключено». Можно отправлять друзьям или родственникам сообщение, указывая данные геопозиции. В таком случае мессенджер перед пересылкой данных предоставит на выбор список ближайших заведений, местоположение одного из которых будет указано в отправленном сообщении. Можно сохранить историю переписки, экспортировав ее в текстовый файл. Для этого следует вызвать меню адресата и выбрать пункт «Экспорт чата». Статистику интернета можно просматривать в настройках приложения, в соответствующей вкладке пункта «Данные хранилища». Там можно будет узнать сведения о трафике, количество отправленных и полученных сообщений и прочую полезную информацию. Очень часто при активной переписке, особенно в групповом чате, сообщения сменяют друг друга с молниеносной быстротой, и ответить на конкретное сообщение сразу же после его получения удается не всегда. Для того, чтобы ответить на определенное сообщение, проведите по нему пальцем слева направо. Поскольку Instagram и WhatsApp принадлежат Facebook, неудивительно, что фильтры из первого приложения перекочевали во второе. Добавляя снимок, примените фильтр, лишь проведя пальцем снизу вверх по экрану iPhone. Отправлять сразу множество фотографий можно было и раньше, но тогда они забывали весь чат, и чтобы найти нужное сообщение, нужно было их долго прокручивать. Теперь же, при отправке сразу нескольких изображений, они группируются в один альбом, который отправляется к собеседнику. Субтитры сделал DimaTorzok